Вау, Бэтвумен отменили. Сумасшествие, я знаю. Нет, серьезно, Бэтвумен отменили. Вы, возможно, услышали слова, которые я только что произнес, но вы не можете оценить их вес. Поэтому я повторю их еще раз. Бэтвумен отменили. Седап. Тот самый Седап, который вы наверняка знаете по их замечательным произведениям искусства, к переводу некоторых из которых для лост-фильма я даже имел прямое отношение. Седап отменил сериал про Бэтвумен. Если вы не понимаете, почему эта фраза важна, то позвольте я вам объясню. Сериал, который никто не смотрел и никто не хотел, продержался три сезона. На канале, который самой сети, ну, владельцами, которые там до нее были, собственно говоря, это и был Warner Brothers, теперь это Warner Brothers Discovery, это довольно долгая история, которую мы сегодня тоже будем обсуждать. Канал, который никогда не приносил прибыли и держался более-менее чисто за счет продажи своих сценариев и шоу каким-то там третьим стримингом, как, например, получилось с Ривердейлом, по-моему, если я ничего не путаю. Этот канал отменил Бэтвумен. И те из вас, кто подписан на меня дольше одного года, наверняка сейчас задаются вопросом, погоди культас, как бы говорите вы. Я ведь знаю про Бэтвумен, потому что ты периодически где-то раза два в год в среднем делаешь про нее видосы, чтобы в очередной раз разъяснить нам, насколько у нее было все плохо с рейтингами, насколько у Седаба, в принципе, все плохо с рейтингами, и удивляешься, почему он до сих пор жив, судя по недавним событиям, кстати говоря, долго это не продлится, я вам могу сразу просполерить. Как так получилось, спрашиваете вы меня, что сериал, который никто не хотел, который называется Бэтвумен, и его главная продающая особенность заключается в том, что у нас Бэтвумен черная, да, буквально, кстати говоря, это даже не шутка, это на самом деле то, как они его продавали, почему его отменяют сейчас, после третьего сезона, а не после первого. Хороший вопрос, у меня для вас есть ответ, но я заранее вас предупрежу, что он очень-очень тупой. Кстати, вы знали, что у меня есть телеграм-канал? Ну так вот новости, у меня есть телеграм-канал, я там периодически почу свое мнение о новостях, в основном репосты с Твиттера, поэтому подписывайтесь и читайте меня, коммунити, 32 тысячи человек растет с каждым днем, вам понравится, ссылка в описании. Седаб, скорее всего, скоро сдохнет, более того, все остальные телесети, которые принадлежат Ворнер Бразерсу, если они не сдохнут, то, по крайней мере, их ждут основательные перемены. А пока вы радуетесь, давайте вникнем в суть. В новости об отмене сериала в своем Твиттере написала Кэролин Драйс третьего дня, и написала она буквально следующее. Только что я получил очень грустные новости, Бэтвумен не продлят на четвертый сезон. Я, конечно, расстроен, но в то же время я полна благодарности, ведь это настоящая честь получить возможность снять целых 51 эпизод сериала, что, кстати говоря, правда. Учитывая то, сколько в Голливуде сейчас стоит снять даже такой дешманский, абсолютно ублюдский сериал, который, ну, мягко говоря, не игропристольные бюджеты носит, игрофоны и все остальное прочее, да, даже это стоит приличных таких денег. Денег, на которые в подавляющем большинстве случаев не во всех нужно получить возврат по инвестиции. Это, конечно же, не касается Седаба, но скоро вы поймете почему. Столько вдохновляющих, замечательных людей, которые сделали этот сериал реальностью. Ну, я уверен, что они особенно вдохновлены сейчас узнать, что у них даже этой дешманской работы больше не будет. Спасибо продюсерам, спасибо всем участникам каста и, конечно, команде. Спасибо вам, фанаты, мы вас любим. Один из первых же ответов, как вы любите, я знаю. Очень плохое решение. Это худшее решение, которое сеть и студия принимала, потому что, ну, посмотрите на это шоу. В этом шоу было столько замечательной репрезентации, столько меньшинств там было. От радужного сообщества до черных людей, до людей цвета и супергероев, и злодеев. Это то, о чем думают неироничные фанаты Бэтмомен, понимаете? Они не думают о том, чтобы смотреть хороший сериал. Они думают о том, сколько репрезентаций в них кидают с экранов телевизора, если они все еще смотрят телевизор. И вот вы наверняка подумаете, ну, раз это шоу продержалось три сезона, наверное, таких любителей репрезентаций было очень много. К сожалению, у нас есть реальные цифры. А цифры — это такая штука, которая не врет. По поводу третьего сезона, последнего на данный и навсегдашний теперь уже момент, у нас есть цифры, подробные. Рейтинги варьируются, ну, где-то в районе 400 тысяч человек на эпизод. Иногда плюс полтинник, иногда минус полтинник, туда-сюда, раз на раз не приходится. Но я давайте сразу перешагну и скажу вам основную суть, да, того, к чему я веду. Это ни о чем. Это ничто, это вообще не рейтинги. Считаю, что его не смотрит никто. Учитывая то, сколько денег они, скорее всего, запрашивают за рекламу, и сколько денег стоит снять один эпизод даже такого дешманского сериала. Одно просто не оправдывает другое. Но наверняка это какое-то исключение, как будто бы говорите вы сейчас в свои голубые экраны. Но не может быть так, что три сезона без рейтингов сериал продержался даже на Седабе. Уж на что у него нет стандартов. Но наверняка кто-то его адово лоббировал. Может быть, даже спонсировал из своего собственного кармана. Нашелся какой-то миллиардер-альтруиз на уровне Илона Маска, или даже повыше, который очень-очень сильно хотел увидеть черную Бэтвумен. И, в принципе, смотря на Явикию Лесли без костюма главным образом, я даже могу его понять отчасти. К сожалению, в сериале она особо не раздевается, поэтому нет, больше я его понять не могу. Но, ребят, ребят, это не исключение. Вместе с Бэтвумен Седаб решил отменить еще и легенды завтрашнего дня. Точно такой же супергеройский сериал, о котором никто уже не помнит, который никто не смотрел и который никому не был нужен. Но из-за того, как редко Седаб отменяет свои никому нахрен не сдавшиеся шоу, все все равно удивились на ближайший час, когда вы эту новую слышите, а потом, скорее всего, забудете. Точно так же, как я забыл о том, что они, в принципе, существовали. Хотя даже активно смотрел, когда выходили первые сезоны полтора-два, по-моему. Я абсолютно не помню, о чем оно было. Я помню, что дед, который играл половину Firestorm, умер в какой-то момент. Абсолютно не помню, почему. По-моему, они пытались быть смешными. Может быть, у них даже это получалось иногда. Я их смотрел точно так же, как смотрел Flash и Стрелу. То есть, полностью отключив голову, приходя с пар, и надеясь на то, что сейчас я смогу просто 40 минут посидеть в тишине, покушать пиццу или еще какую-нибудь вкусняшку, и хотя бы немножко насладиться своей тогда еще не особо перспективной жизнью. И с этой целью сериалы Седабы, в принципе, справлялись. Потом они стали гораздо более скучными и гораздо более причитающими мне про свои прогрессивные ценности, кидая их мне буквально в рожу. Я знаю, что у них сейчас есть исключения, которые люди даже как-то любят. Например, про Супермена Лоис я слышал довольно много приятных отзывов. Может быть, даже дам ему шанс как-нибудь. Сейчас такого желания, правда, нет. Но мы немножко отвлеклись. Вопрос даже не в том, почему эти два сериала. Я могу вам ответить, почему. Потому что их никто не смотрел, все просто. Но почему сейчас? Хороший вопрос. Ведь Седаб, согласно данным Голливуд-репортера, кстати говоря, у которого есть достаточно много инсайтов в Голливуде. Ну, я имею в виду, издание называется Голливуд-репортер, иначе бы как-то не отражало содержание, я полагаю. Седаб никогда не был прибыльным. Седаб в основном выживал за счет продажи своих интеллектуальных собственностей третьим лицам. За счет продажи рекламы. Но в любом случае он требовал себя больше вложений, чем он в конечном итоге приносил. Кто год за годом продолжал держать его на системе жизнеобеспечения? Кто продолжал вкалывать ему живительные дозы бабла, которые он откровенно не заслуживал? Я не знаю. Ответы на этот вопрос мы не узнаем, скорее всего, никогда. Единственное предположение, которое у меня есть, может быть, не самое хорошее, не особо логичное, но хоть какое-то, это моральная инвестиция, косвенная, если хотите, вложение в долгосрочную перспективу. Возможно, Warner Bros. на тот момент, сейчас, судя по всему, уже не очень, верил в то, что за вулкнутостью будущее. А если за вулкнутостью будущее, то ты хочешь иметь в своем распоряжении тематические ресурсы, чтобы потом аудитории, которая, несомненно, завоюет мир, и весь мир станет вулкнутым и социально справедливым, именно в этот момент ты к ним и зайдешь и скажешь, пацаны, а я, между прочим, эту тему продвигал на своем седабе очень-очень долго. Как насчет того, чтобы зайти к нам? Как насчет того, чтобы смотреть чисто на нас? Ну, что-нибудь в таком духе. Это звучит очень тупо и, скорее всего, не сработает. Это гарантированно не сработает, я имею в виду, потому что мы не сумасшедшие. Но пойди и скажи это миллионерам, которым больше некуда девать деньги. Эта история повторяется раз за разом. Так что же, Культас, скажи мне, что же произошло уже? Трясясь от волнения, спрашиваете вы меня. Что случилось в офисах Седаба, в офисах Warner Brothers? Случилось новое начальство Warner Brothers Discovery. Если вы не знаете, что это такое, то это Warner Brothers, объединенный с Discovery. Если вы не знали о том, что они объединились, то поздравляю, я, в общем-то, тоже. Такие вот у меня для вас есть свежие новости. Это теперь гигантский медийный конгломерат, который Disney, скорее всего, купить уже не сможет, потому что у них самих сейчас большие финансовые проблемы. И чем этот конгломерат занимается? Он занимается продвижением сериалов и зарабатыванием бабла. Под новым начальством. Дэвид Заслав теперь новый исполнительный директор Warner Brothers, который отличается от вашего типичного нового начальника, похожего на предыдущего начальника и ничего особо не делающего. Нет, Дэвид Заслав, он олдскульный начальник. Он такой начальник новый, который... Он верит в лучшее будущее своей компании, который ответственно относится к своей работе. Как бы описать его, чтобы вы точно просекли, да? Я даже не знаю. Представьте себе, что у вас появляется новое начальство, которое вместо того, чтобы даже с вами не здороваться, врывается с ноги в офис, понимает, что в этом офисе творится какая-то абсолютная дичь, никто не работает, никто ничем не занимается. Они подходят к каждому из вот этих ничему не занимающихся людей, трудоустроенных, если хотите, и начинают орать им в лицо, какого хрена ты тратишь мои деньги? Зачем ты здесь нужен конкретно? И если в ответ на этот вопрос человек не может ответить, на кой хрен он нужен, то он вылетает из окна в тот же момент, без суда и следствия. Это примерно то, что сейчас происходит с Седавом. Мы не собираемся тратить сверх необходимого, как он сказал на недавнем финансовом отчете. Тут довольно много его цитаток. Наша главная цель – это максимизировать долгосрочные прибыли, долгосрочную ценность акций для наших инвесторов, а не только для подписчиков. Ну, не волнуйся за слов, у подписчиков тоже ценности никогда особо не было, так что вы в любом случае будете в плюсе, я полагаю. Мы не будем тратить выше необходимого для того, чтобы собирать как можно больше подписочной базы. Я, если честно, даже запутался в том, какие стриминговые сервисы им сейчас принадлежат. Им точно принадлежит HBO Max, им принадлежит Discovery+, им принадлежит CNN, а значит, им принадлежал CNN+. Если вы не знали, то у CNN был свой стриминговый сервис, который Дэвид Заслов, кстати говоря, закрыл через три недели после того, как он открылся, потому что он был нахрен никому не нужен. Нет, серьезно, я не рофлю, это на самом деле случилось. Несмотря на то, что наше сегодняшнее решение было невероятно тяжелым, это решение правильное для долгосрочного успеха CNN. И я, кстати говоря, с этой цитатой от директора CNN абсолютно согласен. Для долгосрочного здоровья CNN и, в принципе, абсолютно любой другой компании, даже не обязательно медийной, крайне важно, жизненно важно, не сжигать деньги и не выбрасывать их из окна, ради того, чтобы получать в ответ ничего. Логично. Это, кстати, косвенно относится к тому, о чем я говорил пару видео назад, когда разговаривал, почему ценность акций Диснея так сильно падает и почему их будущее выглядит не особенно перспективным. Потому что вот эта вот ставка, которую и Disney+, и Netflix, и прочие, их братья по цеху или по палате, если хотите, делали на стриминг в момент ковида, да, когда стриминг был на пике, и казалось, что вот настало новое время, мы не вернемся теперь никогда в кинотеатры, хуже теперь не станет никогда, стриминг будет расти только вверх, а потом оказалось, что когда людей начинают выпускать из дома, они иногда и траву хотят трогать, и в итоге все эти цифры пошли вниз, и акции, соответственно, за ними тоже. Собственно говоря, об этом Дэвид Заслов и говорит, о том, что мы не будем тратить гигантское бабло ради того, чтобы получать ничего, мы не будем участвовать в стриминговых войнах и в гонках вооружений с Netflix, которые на следующий год запланировали бюджет в 20 миллиардов долларов или около того. Это просто того не стоит, по их мнению. Мы будем ориентироваться на середнячок, говорит Заслов. У нас в распоряжении есть уже HBO Max, у нас есть Discovery+, их уже смотрит аудитория, мы будем работать на нее. Мы не будем гнаться за постоянным увеличением этой аудитории, я предполагаю, вычленяя из его цитаты свое личное толкование, с помощью количества вместо качества, что, как вы можете помнить, губит Netflix. Причем основательно так губит Netflix. И это вам все рассказываю, чтобы вы поняли одну очень простую мысль. Дэвид Заслов, который сейчас в ответе за судьбы Седаба, он пришел сюда не ваньку валять, он пришел зарабатывать бабки. И для того, чтобы зарабатывать Седабу бабки, ему нужно перестать тратить их на бесполезную срань. С одной стороны. С другой стороны, я думаю, что Седабу нужно просто перестать существовать, если бы вы меня спросили. Что и подводит нас к результату сегодняшнего происшествия. Рейтингов нет, поэтому ты вылетаешь на мороз. И точно так же будет со многими-многими другими интеллектуальными собственностями. Это будет касаться и Cartoon Network, это будет касаться и Adult Swim. Это только то, что мне приходит в голову. У них огромное количество сетей, каждый из которых имеет свои не очень прибыльные вещи, свои проблематичные элементы. Здесь можно только пальцем в небо тыкать, что-то там предсказывать. Некоторые шоу того же самого Седаба вроде как получили раннее одобрение. На данный момент пока что еще Заслов не взялся за этот канал прям суперосновательно. Они включают в себя Супермена Лоис, All American. Флэша продлили, как ни странно, до сих пор. Я не понимаю, почему он до сих пор, сука, идет. Это для меня очень большая загадка. Но, с другой стороны, наверное, просто люди очень сильно любят Гранта Гастина, поэтому... Ладно, удачи им с этим, наверное. Но не всем, не всем пока везет настолько же сильно. Все еще не решена судьба таких замечательных сериалов, о которых, я уверен, вы не забыли через день после того, как они вышли, как Зачарованный ремейк, ребут. Ребут, скорее всего, он все еще шел. Неизвестно, будет ли он идти дальше. Куча других тайтлов, о которых вы никогда не слышали. На момент написания вот этой вот статьи, на которую я сейчас смотрю, Легенды завтрашнего дня. Про них мы уже знаем, ответ их не обновят. И вполне возможно, что на эту гильотину еще несколько претендентов отправят. Но это нас уже не касается, потому что, черт возьми, это седап. А вот черная Бэтвумен, это на самом деле грустно. Я получал огромное количество удовольствия от просмотра... Не черный Бэтвумен, нет. От нее удовольствие получать довольно тяжело и вряд ли захочется. Я получал удовольствие от просмотра влогов Маулера и друзей, или многих других реакционеров на эту штуку. Kill Yourself, Babyface, например. Очень было здорово наблюдать за Бэтвумен со стороны как напрямую, то есть на саму Бэтвумен смотреть со стороны, так и за инфополем, образующимся вокруг нее. Смотреть, как еще глубоко могут упасть рейтинги. А падали эти рейтинги, мое почтение. Теперь... Нет. Теперь мы потеряли эту замечательную лол-корову. А у нас не хватает лол-коров, я считаю. Очень плохо, что Бэтвумен была непопулярная. Ну, понятно, по каким причинам. Но если бы она реально была популярная за счет вот того же формата просмотра, о котором я говорю, мир бы был более счастливым местом. Никто бы не смотрел ее. Представьте себе вот какую ситуацию. Такого никогда бы не случилось наверх. Хотя, с другой стороны, когда 400 тысяч человек рейтингов, вполне возможно. Представьте себе ситуацию, когда за потешными и ироничными влогами о Бэтвумен, когда их смотрит больше человек, чем саму Бэтвумен. Это одна из тех ситуаций, знаете, когда реакция на видео собирает в 100 раз больше просмотров, чем само видео. Миру очень сильно не хватает вот этой вот сочника и, главное, международно принятой безопасной подушки для битья. Вместо того, чтобы избивать друг друга и ненавидеть друг друга, как насчет того, чтобы вместе, по-дружески, по-братски, угорать над Бэтвумен? А все, нельзя больше. Лавочка прикрыта. Обидно, что так получается. Но на самом деле... Это далеко не последняя жертва нового режима Дэвида Заслова, потому что, если я что и знаю о таких замечательных начальниках, которые не принимают дерьма и делают все так, как считают нужным, так это то, что они не останавливаются. Он продолжит. Если он готов пойти на такие решительные действия, ожидаемые, но все еще решительные, потому что до него никто этого делать не собирался, судя по всему, то кто может сказать, где именно он остановится? Опять же, до Cartoon Network дело дойдет, до Adult Swim и дело дойдет, всех коснется. В какой степени коснется? Ну, вопрос, конечно, интересный. Зато теперь вы знаете, если вдруг что-то такое произойдет, вы знаете, в чем причина. Будем надеяться, что это не коснется того, что вы любите неиронично. Но я думаю, что если вы любите это что-то неиронично, то, наверное, его любят еще и много других людей неиронично. Раз оно собирает рейтинги. В надежде я сейчас пребываю, что лучше, чем Бэтвумен. Но это покажет уже время. Спасибо, мои дорогие мальчики и девочки, за то, что послушали такие вот свежие новости шоу-бизнеса. Лайки с комментариями оставляйте, колокольчик на все оповещения ставьте. Мы тут практически каждый день вещаем. И телеграм-канал мой опять же существует. Спасибо вам за то, что такие булочки вы. Люблю вас.